Девушки отдыхают Итак, певец, блогер, актер, телеведущий, в общем, неугомонный шоумен у нас в гостях. Дава, привет! Всем привет! Добрый вечер, добрый вечер! Я очень рад вас видеть, наконец-то, вот мы тут опять команды свои собрались. Хорошо, мы всегда. Снова в весеннем треке. Ты же знаешь, мы радушные хозяева, ты к нам с весной тем более пришел. С любовью. С весной, с любовью, да, абсолютно. Да, название новой песни и общее настроение, которое накрыло нас в этом году особенно в связи с ранней очень активной весной. Ну и у тебя-то тоже, эта весна, по-моему, очень активная. От них шоу миллион, просто в которых ты участвуешь, участвуешь и участвуешь. В шоу «Маска» начнем с него. Тебя там раскрыли. Да, меня там ужас, меня там раскрыли. Но ты был перец. Скажи, пожалуйста. Крутой перец. Скажи, пожалуйста, какие у тебя ощущения после участия? Ну, я люблю эти шоу. Я просто в «Маске» участвую уже не первый раз. Это вообще третий выход на сцену «Маски». Один раз я был как приглашенный гость, один раз я дошел до финала в «Маске танцы», я стал третьим. И вот здесь до седьмого, до восьмого выпуска я вошел, прошел уже в музыкальные, получается, «Маски». Я обожаю, то есть для меня это как игра в «Мафию». То есть вот эта интрига есть, вот этот момент какого-то урожа. Спрятаться, спрятаться, поиграть. Да, для меня вот это интересно. Мне интересна эта механика, тебе нужно там что-то пообманывать, там притвориться. Как это, когда люди играют в «Мафию», это примерно вот такие же ощущения. Слушай, но несмотря на весь этот интерес, ты все равно жаловался, что было тяжело, были вот это замкнутое пространство, какие-то там панические атаки. Расскажи об этом. Насколько там тяжело-то ходить вот в этой вот истории? Именно в этот раз, вот у меня уже третья маска моя была, и в этот раз у меня попалась именно вот сама маска такая очень-очень плотная, и я не, то есть она прям очень вот так прилегала и зажимала. И дышать было вот только, получается, не жерта, и все, в общем, сложно было дышать. Ну, это не ростовая кукла, которая ходит. Ну, да, вот есть свои сложности, естественно, потому что красота требует жертв, это такой классный, красивый проект. И, конечно же, тут много своих издержек, которые, ну, приходится как бы преодолевать. Преодолевать. Но зато эффект, да? Да, зато эффект очень классный. Поясни, еще одна новость. Давид объявил о завершении карьеры после участия в реалити-шоу «Сокровище императора». Да. Да ладно! Ой, да ладно! У нас тут все в последнее время, Гагарина на пенсию собралась. Полина Сергеевна. Да, Полина Сергеевна, да. Ты вдруг завершаешь. Вообще, в моем случае конкретно, у меня не было слов о том, что я заканчиваю свою карьеру. Я не знаю, почему вы перефразировали именно так, или меня просто недопоняли, либо я плохо объясняю. Вот. Я говорил о том, что просто хочется попробовать себя уже еще в каких-то там новых проектах. Но не обязательно, чтобы я был участником. То есть, не знаю, там, спродюсируем. То есть, подустал ты? Подустал ты соревноваться. Чрем жюри. То есть, да, то есть, хотелось бы уже как бы в новом каком-то амплуа себя попробовать в какой-то новой роли. То есть, либо продюсер, либо ведущий и так далее, и так далее. Много вариантов. Хочется все попробовать и развиваться дальше. Но почему-то мои слова в этом восприняли так. Знаешь, ты уходишь, ты завершаешь с карьеры участников шоу, ты решил выйти на другой уровень. Наверное, можно вот так вот, да, правильнее расставить акценты. Как будто бы, да. И мне просто звонят тоже, говорят, да, ты что, ты видел что-то, ты что, завершаешь карьеру? Я говорю, ничего, ничего, немножко маслица в огонь подлить, мол, все, прощальный тур, я завершаю карьеру. Да нет, ты что. Спешите слышать. Тут только премьера за премьерой, премьера погоняется. Мы не так давно встречались у нас, ты тоже был у нас с очень серьезной такой композицией, с очень важной для тебя песней. А теперь другая, легкая, интересная, романтичная, лиричная, весенняя, абсолютно, да, премьера твоей песни. Расскажи, как ты, в общем-то, пришел к этой песне, как ты ее ощущаешь, как ты ее преподносишь? Ну, лирик, видео, которые выложены в интернет-пространстве, все очень, конечно же, позитивные, красивые, легкие, танцевальные. Так, я просто занимался танцами. Я знаю, что это, наверное, формат стиля в этой музыке не очень так популярный у нас, это латино. Фламентгл какой-то там все время. Да почему? Нет, сейчас, по-моему, наоборот, как раз у нас все популярнее-популярнее. Риггитон прет, мне кажется. Да, ну, возможно, но вот пока что еще не так популярно, но я просто, я танцор, люблю под такую музыку танцевать, я думаю, у меня сразу такое весеннее настроение, я услышал бит там, все, как-то так само пошло, и настроение прям чувствовал сразу, танцевать охота, мне прям захотелось, в общем, это... Агутин 30 лет уже в этом жанре, и смотри, ничего. Ну, Агутин это вообще для меня, ну, можно сказать, даже кумир, наверное, то есть я уже третий раз пытаюсь попасть на его концерт сольный, и вот недавно была там премия, на которой он выступал, и я прихожу в тот момент, когда он перестал, он заканчивает петь. Это на жаре, на жаре, да? Я прихожу на жаре, он заканчивает петь, я думаю, да что такое, так почему я никак не могу? Четвертый раз уже пытался на его сольники попасть, но я себе пообещал, что в этом году попаду обязательно на его сольный концерт. Летом будет, да. Да, и вот как раз-таки вот стиль музыки, как бы тоже, тоже латину он делал, да, захочет еще в то время. Ну, да, 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 ну, разное понятно. Это тоже уже популярно было. Не то слово. Думаю, просто нужно делать, нужно делать то, что... Нужно делать, тем более, когда тебе это по душе, и когда твоим соратникам, твоим подружкам... Это же Милан Нахаметова с тобой снимался опять там, да, в это самое, в одном из видео, там, по улицам вы бегаете, танцуете. Да, 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 Миланка. Да, ну, еще чуть-чуть мы скоро перестанем узнавать, потому что она растет просто как... Растет. На дрожжах. Вот, кстати, это, вы помните, я приходил и говорил, что мы фильм сняли, вот как раз-таки уже совсем скоро, в июне... Да, сейчас махну. Подсказка из зала. 11 июля мне сейчас подсказали. Июля. 11 июля выходит наш фильм, где она в главной роли, мы как бы... Я как сопродюсер этого фильма. Вот, видишь, вот, пожалуйста, мечта. Да, но приходите реально, потому что... Сопродюсер. Мы вот показывали, то есть, этот уже трейлер мы собрали, когда уже все показали, и на самом деле были очень крутые отзывы. Только трейлер у нас в соцсетях набрал, там, около 15 миллионов просмотров. Извини, я заболтал. Не одна дома, так называется. Жанр? Ну, комедия, наверное, какая семейная комедия, да? Какая семейная, домашняя комедия. Милана Хаметова известная тоже, и телеведущая, и блогер, и певица, ну, и, соответственно, подруга, да, вы... Не подруга, я ее продюсирую. Ну, слушай, ну, в любом случае, ты ее подставил. Тебя кто дочкой ее называет лучше, мне кажется? Ну, короче. Ну, она мне как дочка, поэтому... Милана Хаметова, да. Ну, а сейчас нас, Дава, в гостях, и все-таки мы уже достаточно поговорили, а главный повод для нашей встречи была весна, новая композиция, которая только-только-только-только вышла на всех цифровых площадках, а у нас звучит здесь, в прямом эфире, вживую Дава. Давай. Погнали. Хоть и снова весна, значит, опять-то умей, только лишь на цепи сна, и твои руки пробей. Ты мои крылья, вместе летим, мы как будто танцуем, мы про всех забыли, обиды закрыли, вместе стабильно. Какое счастье быть рядом с тобой, настолько красивой, любить тебя с такой силой, чтоб отключиться от мира. Луна заходит в квартиру и падает на твои плечи, я тебя бесконечно танцую со мной. Вот тебе луна и моя любовь, ты видишь из окна. В городе снова весна, значит, опять на уме, только лишь танцы весна, и твои руки на мне. Закаты цвета монгол, каждый день как выходной, в городе снова танка, и ты танцуешь со мной. Стало теплее, я отпустил тебя, чтобы вернуть ни о чем не жалея. Нужное время на всех дисплеях, чтоб мы счастливыми стали, как будто герои Диснея, и не краснея. Кричу тебе, ты моя тайна, пусть говорят, и случайно. Ты снова упал на плечи, я тебя бесконечно танцую со мной. Вот тебе луна и моя любовь, ты видишь из окна. В городе снова весна, значит, опять на уме, только лишь танцы весна, и твои руки на мне. Закаты цвета монгол, каждый день как выходной, в городе снова танка, и ты танцуешь со мной. Весна от Давы, весна приходит с Давы. Поздравляем с новой песней, поздравляем с премьерой. Спасибо всем музыкантам, Давы, желаем успехов в композиции, желаем успехов тебе, и до новых встреч в нашей студии. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, пока.